Волосы получаются лупые, толстенькие в свете, поэтому очень долго не секунься. Я вам даже предлагаю провести эксперимент, ваш, например, постоянный эксперимент по обладательству длинных волос, постричь однажды машинкой и сделайте ту же самую стрижку, но машинкой. И 100% 200%, что она в следующий раз вам придет и попросит постричь ее машинкой, потому что волосы будут лежать по-другому, кончики будут совершенно другого качества. Я продолжаю отделять дугообразные проборы, стрижем на удлинение к лицу, пальчики параллельно пробору. Немножечко неподготовленные волосы на моей модели, потому что модель просто из зрителей, из вас, поэтому я немного долго с расчесыванием вожусь, простите, пожалуйста, меня за это. Так, я повторюсь, если кто-то не в курсе, мы делаем соусную коммерческую стрижку женскую, но мы не используем ножницы, потому что мы находимся на стенде Мозер. Мы используем машинки фирмы Мозер. На этой машинке, кстати, очень интересен будет женским мастерам. Есть забавная насадка в интернете, очень умный инженер придумал насадку для снятия секущихся кончиков. Может быть, вы даже слышали, ее называют полировщикой. Слышали про такую насадку? Она одевается на все машинки фирмы Мозер, Волл и Эрмила, то есть ножи, как я вам уже показывала. Например, вот другая модель другой фирмы, но они взаимозаменяемы. То есть просто вы выбираете ту, которая вам больше понравится, я уже смогу продолжить работать с ней. Так вот, на эти ножи одевается насадка, которая снимает текущиеся кончики. И вот эта вот процедура, получается, что у вас, вы просто проводите по пряде этой насадкой, получается, что у вас срезаются только те волоски, которые вырезают. То есть именно сеченые. И плюс вы их срезаете ножом в машинке, то есть по дугам 90 градусов, поэтому в дальнейшем они достаточно долго не секутся. И как отдельная процедура, многие салоны ее пистанционируют, то есть снятие с текущихся концов по всей глубине, по всей лине, в Москве стоит на минимум 1-1,5 тысячи. Вот здесь я сейчас посмотрю, если есть эта насадка, я вам ее покажу. Ну, для того, чтобы пользоваться этой насадочкой, да, нашла ее, для того, чтобы ей пользоваться, нужно, конечно, иметь машинку либо Мозер, либо Эрмила, либо Вол, то есть три фирмы, которые здесь на сцене представлены, потому что у них у всех должны быть на 6, 46 мм. Вот такая вот насадочка. Сюда вы просто продеваете прядь. Она кладется сюда, зажимается пальчиком, вы включаете машинку, проводите, и у вас срезается в односочек только то, что, грубо говоря, вылезает. То есть это отдельная процедура. Насадки продаются в интернете, я здесь не для этого, вот. Но единственное, эта насадка сядет только на машинке Мозер, Эрмила или Вол, потому что на определенный нож сделана. Итак, я продолжаю женскую стрижку. Я не использую ножницы, я использую машинки. Машинки фирмы Мозер. Сейчас у меня в руках модель Беректа компании Вол. Она несколько иначе вибрирует, несколько другой шум издает. Она более худенькая, у нее такая талия. То есть она очень гармонично лежит в моей руке. Кнопочка включения у нее сбоку, что, в общем, многим, кто бы шагнули вперед, поэтому очень хочется заменить аппарат, и она более худенькая, у нее более худенькая, у нее более худенькая.